Зинаида Хмырова прошла нелегкий путь до Берлина. Несмотря на то, что женщина в течение восьми лет трудилась поваром в летной части, война ее не обошла стороной. На ее глазах погибла лучшая подруга. Несли летчик. И стали двое. Я ей говорила, становись сюда. Она нет. Я с этой. Вот я гнула. И летела в самолет. И погибла, да? И погибла. Вот, видите как. Зинаида Николаевна, мы приехали поздравить вас как участницу, которая принимала годы Великой Отечественной войны в освобождение Белоруссии. Да. Вот город Минск вы тоже, да? Да. Вот. И потом уже в дальнейшем это был Берлин, да? И из-за Берлина. Вот. Поэтому вы видите, какая у нас. И Беларусь, она передала награды ветеранам Великой Отечественной войны, которые участвовали в освобождении. Вот. И сегодня мы вам вручаем эту юбилейную медаль к 70-летию освобождения Белоруссии. Кроме того, Зинаиде Николаевне был вручен приветственный адрес от главы города. В послании Александр Кузнецов пожелал ветеранам здоровья и долголетия. Мало кто из жителей Уварова не знаком с местным поэтом Николаем Перовым. В очередной раз официальные лица пришли в его дом, чтобы вручить юбилейную медаль. В ходе беседы расспросили о здоровье и творчестве. Ветеран вызвался прочитать свое произведение. Иду в городсад по улице широкой. Цветут сады и трели соловья. Слывает память о стране далекой, где май встречала молодость моя. Великий праздник город отмечает. Идет, течет народная волна. И музыка всех песнями встречает. Хронтовики одели ордена. Мечта Николая Перова – ко дню победы издать сборник стихов собственного сочинения, а на прочитанные строки положить мелодию. Медаль за освобождение Белоруссии получила фронтовик Антонина Шандарова. Я там была на встрече однополчан. Какие белорусы хорошие люди. Костям предложили поговорить за чашкой чая, где затронули злободневную тему войны братского народа Украины. В 1943 году Алексей Елагин ушел на фронт. Был тяжело ранен, после чего демобилизован. Медаль за освобождение Белоруссии спустя 70 лет нашла своего героя. Дальше путь лежал к Валентину Ярикову. Он уже ждал делегацию на пороге. В свои 88 ветеран сохранил неплохую физическую форму и бодрость духа. А все потому, что не потерял интереса к жизни. Белоруссия дорогая, Белоруссия родная, наше счастье боевое мы родными руками отдадим. Я в Белорусской, у Жукова, от Белоруссии и в Польшу. И Польша, понятно. Вот этот вот город. И потом пошли на Берлин. Так, в Берлине были, да? Вы там расписывались на стене Рейхстага? Обязательно. Я из Тамбова. Еще 70 километров прошли и нас остановили. Говорит, Сталин дал приказ на Францию не ходить. И мы вернулись, а потом в Азербайджан. И там почти 6 лет пробыло. Фронтовики, в свою очередь, поблагодарили за внимание к солдатам-ветеранам. Светлана Даровских, Александр Трегубов. Наш город.